МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Первый раз в первый класс, как Рязань встретила День знаний, всегда на посту сотрудники патрульно-постовой службы отметили профессиональный праздник. Убийство из-за ревности в Скопине преступнику вынесли приговор. Белые банты, красивые букеты и улыбки на лицах – все это уже давно стало символом Дня знаний. Новый учебный год начался. В регионе и в образовательные учреждения за парты сели более 210 тысяч ребят. Первый звонок прозвенел более чем для 12 тысяч первоклассников. При этом у школьников в этом году появятся новые предметы. Учащиеся младших классов научатся игре в шахматы, а старшеклассники вновь начнут постигать тайны астрономии. Первый сентября – праздник не только для школьников. Студенты вузов тоже отметили свой День знаний. Начало нового учебного года в Рязанском политехническом институте встретила Галина Кудряшова. День знаний в Рязанском политехническом институте отметили с размахом. По доброй традиции, в начале учебного года, 1 сентября, в институте подводят итоги прошедшего года и принимают в дружную семью первокурсников. Это лучший институт в Рязани, который можно найти. Политехнический институт, но он один из главных по строительству, и у него довольно-таки много факультетов, да и о себе очень хорошее мнение он зарекомендовал, поэтому выбор у меня пал на политех. У меня папа строитель, и я решила по его стопам пойти. И здесь нашла строительство уникальных знаний и сооружений, посоветовали, что здесь интереснее, и поступила сюда. На торжественном мероприятии подвели итоги прошедшего учебного года. Лучшие студенты, преподаватели и сотрудники института получили грамоты, медали и памятные дипломы. Почетным знаком губернатора Рязанской области награжден директор Рязанского политехнического института Игорь Мурок. Я с большим удовольствием и от чистого сердца хочу всех поздравить нас с очередным днем знаний, которые мы сегодня отмечаем. В этом прекрасном сквере, построенном руками наших сотрудников и студентов, благодаря помощи администрации, правительства города и области. Сквер имени Полонского открыли в 2017 году. Он доказывает, что идеи разработки студентов востребованы на Рязанской земле. Я без гордости могу сказать, что в том числе и с помощью ваших выпускников мы вышли на самые большие объемы средств за все время существования Рязанской области. В прошлом году ВУЗ успешно прошел аккредитацию. Она получена на ближайшие 6 лет. Заключены договоры более чем с 250 предприятиями и организациями города. Это позволяет готовить по-настоящему востребованных специалистов. После окончания политеха трудоустраиваются по специальности более 90% выпускников, 99% которых работают на благо Рязанской области. Я бы хотел поблагодарить руководство вашего института за то, что мы сумели с этого года открыть новое направление по строительству дорог, потому что на самом деле задача, которая сегодня стоит перед страной, перед Рязанской областью по дорогам, очень-очень серьезная. И без специалистов решить ее практически невозможно. Стоит отметить, что за время обучения студенты дополнительно получают рабочую специальность, которую выбирают из 11 вариантов. Свои профессиональные навыки и креативные инженерные идеи они регулярно демонстрируют на выставках и конкурсах. В прошедшем учебном году студенты Рязанского политехнического института стали лауреатами национальной премии импортозамещения, обладателями золотых и серебряных медалей Международного салона изобретений и инноваций «Архимед-2018». Ваш институт – это гордость Рязанской области, его успехи выходят за пределы нашей области, и ваши специалисты известны, наверное, во всех регионах нашей необъятной Родины. Рязанский политехнический институт ведет активную работу со школьниками. Обучение прошли уже более 260 человек. На базе образовательных учреждений действуют 9 инженерных классов. Эта работа будет расширяться и в текущем году. Школьники и студенты занимаются в Молодежном инновационном центре, а с 1 сентября открылась еще одна творческая мастерская – стендовое моделирование. Студенты политеха принимают активное участие в реализации проекта «Комфортная городская среда». Инженерные классы в Рязанских школах позволяют углубленно изучать такие предметы, как физика, математика, информатика. Подробно познакомятся с учебно-материальной базой института и посещают такие творческие мастерские, как робототехника, 3D-моделирование и прототипирование. В новом статусе 1 сентября оказались не только первокурсники. Помимо бакалавриата и специалитета, в этом году в ВУЗе появилась возможность получить среднее профессиональное образование и поступить в магистратуру. На торжественном мероприятии они отведали блюда полевой кухни однокашники, произнесли клятву и получили первый студенческий билет. Хотел бы всем пожелать успехов. Стремитесь, дерзайте, преодолевайте трудности. Сейчас Рязанский политехнический институт продолжает прием документов на заочную форму обучения. Телефон приемной комиссии 28 39 60. Родители также не остались в стороне от главного праздника учеников. Группа инициативных мам и пап уже третий год организует акцию аллеи первоклассника. На этот раз 42 кустарника заняли свои места в парке Рязанского Кремля. Эти ребята совсем не по-детски держат в руках лопату и ведро. Для них не впервой сажать деревья для города. На этот раз они высадили на аллее первоклассника 42 куста пузыреплотника. Здесь уже растут с прошлого года кусты спирея клиннолистной. Александра Кирилла Покровская до сих пор помнит, как это было. Мы сажались с моей подругой, второй лучшей подругой, у меня две лучшие подруги. Она мне помогала, так было весело. Я тут бегала, я еще бегала вся мокрая, потому что шлангом поливали, а я под него бегала. Мокрая сажала. Вообще было так классно. Идея проведения этой акции возникла случайно. У родителей первоклассников. Мама и папа хотели сделать для своих таких уже больших, но все еще малышей праздник, который запомнится надолго. В 2016 году мой ребенок пошел в первый класс. И у нас возникла с друзьями, с группой инициативных мам, возникла идея что-то сделать интересное для детей. Что может быть интереснее, чем участие детей в каких-то городских проектах? Мы решили посадить деревья. Самим детям настолько понравилось сажать деревья, что они с нетерпением ждут каждый день знаний. Кроме того, ребята чувствуют свою причастность к чему-то значимому и очень важному. Ведь для кого-то это просто кустарники, а для них это настоящий символ семейного праздника. Вот они будут вырастать все больше и больше. И будет много свежего воздуха, чтобы не было выхлопных веществ. В этом году родители решили немного разнообразить формат акции и устроили чипитие из самоваров и квест-игру, в которой ребята познакомились с историей родного города. Я узнал про этот парк, что здесь есть. Как я думала, это парк самый лучший. Почему? Потому что здесь очень хорошо гулять. А кто уже закончил? Здесь храмы есть, колокольня. Этот день стал особенным и для родителей. Мы сегодня сажаем деревья, сажаем деревья в Кремле, в нашем историческом центре, в чужине нашего города, рядом с церковью, спасанной Ру, в которой крестились мои дети, поэтому для меня очень важно. После того, как мальчишки и девчонки посадили кустарники, они повесили на них именные таблички. Потом собрались вместе, чтобы отпустить воздушные шары в небо. На счет три они взмыли ввысь, будто унося с собой просьбы о новых знаниях, новых надеждах и свершениях. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Процедуру получения загранпаспорта решили упростить. С 1 сентября получить биометрический загранпаспорт, то есть нового образца, можно будет в МФЦ, округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек. Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через многофункциональный центр, в том числе онлайн. Документ оформят в территориальном органе МВД и выдадут заявителю также в МФЦ. Напомню, месяц назад изменился размер госпошлины на заграничные паспорта с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, для детей до 14 лет с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Их служба и опасна, и трудна. Ежедневно сотрудники патрульно-постовой службы сталкиваются с самыми разными ситуациями. Патрулирование города, осмотр подозрительных предметов, работа на массовых мероприятиях – это только часть их обязанностей. 2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отметили свой профессиональный праздник. Подробнее расскажет Валерий Седов. О подвигах сотрудников патрульно-постовой службы рассказывают часто. Они задерживают преступников по горячим следам, предотвращают нападение и успокаивают разбушевавшуюся толпу. На плацу лучший из лучших, чья служба порой незаметна, но очень важна для города. Сегодня они сменили привычную черную форму на белые рубашки. Мероприятие приурочено к дню сотрудника патрульно-постовой службы. Сегодня будут награждаться сотрудники медалями, нагрудными знаками, посвященные 95-летию годовщины. И награду получают сотрудники, более отличившиеся за раскрытие преступления и более подготовленные к несению службы. Один из награжденных – это заместитель командира взвода Владимир Майоров. Отзывается о своей службе так – это серьезная работа, которая требует стойкости духа. Каждый день сотрудник АППС начинается с вводного инструктажа, где доводят обстановку в городе и еще раз акцентируют внимание на людях, которые находятся в розыске. А после – дежурство и выезда. И за денег количество достигает десятка. Притом, не все происшествия связаны именно с разбоями. Часто сотрудникам АППС приходится выступать в роли психологов. Работа, можно сказать, не только охраняемый общественный порядок, даже работаем, можно сказать, и психологами, так как бывают различные конфликты, также семейные конфликты, семейные бытовые конфликты. Приезжаешь на вызов, то есть ситуация у людей бывает разная. Вот, получается, приходится общаться с людьми, разговаривать, успокаивать людей, как бы прийти к тому, чтобы весь конфликт разрешился мирным путем. Перед началом торжественного мероприятия Екатерина Зайцева вместе со своим напарником, собакой по имени Харт, проверили место торжества на предмет взрывоопасных веществ. Псу всего три года, однако он уже объездил почти половину России. Екатерина вместе с Хартом осматривали стадионы перед началом футбольных матчей чемпионата мира 2018. Бывали даже на Красной площади. Екатерина рассказала, что работа с собакой сильно отличается от работы с людьми. Здесь нужно терпение. Это наш напарник, наш друг, который наш помощник в поисках, ну в данном случае это собака по поиску взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, а также существуют и наркотические вещества, ищут собаки, и собаки следовой работы, которые ходят по следу на задержание особо опасных преступников. После награждения сотрудников патрульно-постовой службы им продемонстрировали действия оперативной роты по нейтрализации вооруженного преступника. Машину условного подозреваемого останавливают, и Екатерина вместе с собакой приступает к поиску возможных взрывчатых веществ. Харт обнаруживает бомбу, и на место сразу же прибывают сотрудники оперативной роты. Дальше действие разворачивается, как в настоящем боевике. Взрывы и выстрелы – все это трудовые будни сотрудников оперативной роты. На каждом из них тяжелое обмунтирование. Общий вес которого – около 17 килограммов. Тренировки у нас проходят, можно сказать, постоянно. Постоянно в боевой готовности. Вот помимо этого также мы тренируемся по пресечению массы беспорядков и по проведению мероприятий. С особой периодичностью у нас проходят занятия в полной экипировке, с полным боекомплектом. Их задача – быть всегда готовыми к любым трудностям. Работа – это своеобразный риск, на который они идут каждый день. И будь они кинологами, патрульными или специально тренированными бойцами, задача у них всегда одна – охранять покой граждан. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. Убийство из-за ревности. Именно такая история произошла с жителем Скопина. 3 сентября мужчине огласили приговор суда. Он получил 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Подробности громкого дела в нашем следующем сюжете. Трагедия произошла 24 мая. В Скопине у одного из торговых центров на улице Ленина молодой человек с ножом напал на вышедшую из своего авто 36-летнюю жительницу. О нем известно немного. Егору Фадееву, 22 года, с предпринимательницей, которую несколько раз ударил ножом, был знаком. Нанеся два ножевых ранения, он сразу же с места происшествия скрылся. А потерпевшая при госпитализации ее в центральную районную больницу скончалась. По уголовному делу было собрано достаточно доказательств, которые указывали, что действительно ранее поддерживало взаимоотношения с погибшей. Однако эти отношения были за несколько месяцев до произошедшего прерваны. И именно ревность сыграла свою решающую роль. С места преступления молодой человек скрылся. Его объявили в розыск, но через два дня он пришел в сам следственный отдел и дал признательные показания. В ходе расследования было проведено 20 судебных экспертиз, опрошены 30 свидетелей, которые опознали Егору Фадееву. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. Приговор суда – 9 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За минувшие выходные в Рязани не произошло ни одного возгорания. Ситуация на дороге, к сожалению, так порадовать не может. Прошедшие несколько дней запомнятся жителям города серьезными ДТП со смертельным исходом. Последний день лета, 31 августа, омрачило дорожно-транспортное происшествие с участием 8-летнего велосипедиста, который выехал из дворовой территории на проезжую часть. По словам водителя автомобиля, ребенок играл на дороге с друзьями. Так это или нет, неизвестно. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Праздничный день, 1 сентября, и вовсе запомнится рязанцам трагедии на Солочинском мосту. 1 сентября, примерно в 21 час 5 минут на 66-м километре автодороги Рязанец-Пасхлепики, 61-летний рязанец, управляя автомобилем Ниссан Тиидо, по предварительной информации, совершил наезд на находившегося на проезжей части вне пешеходного перехода 24-летнего рязанца. После чего на пешехода совершили наезд другой автомобиль Ниссан Тиидо под управлением 51-летней рязанки и автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 37-летнего рязанца. Взади происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Как сообщают очевидцы, движение по мосту было организовано только по одному ряду. Обстоятельства трагедии уточняются. На следующий день, 2 сентября, в 4 часа утра на 210-м километре автодороги Р-22 «Каспий» рейсовый автобус совершил наезд на женщину, находившуюся вне пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. 3 сентября на автодороге Урал в Шиловском районе 40-летний водитель автомобиля «Газель» по предварительной информации не выбрал безопасную для движения скорость, в результате чего столкнулся с другим грузовым автомобилем. В результате ДТП один из водителей получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно сейчас, с началом нового учебного года. Так особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Пешеходам же следует переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Перед этим стоит убедиться в безопасности движения, то есть внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. При движении в темное время суток следует пользоваться световозвращающими элементами. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok